У кого-то селедка под шубой. У меня, как всегда, по-другому. У меня селедка под вафельным полотенцем. И не просто селедка, а селедка, закуска, торт. Ну что, приступим? Для начала мне потребуется селедка, которую я буду разделывать. Отрежу голову, уберу внутренности, зачищу черные пленки и все это вместе с пакетом выброшу. Все, доска у нас чистая. Уберу спиной плавник и буду отделять кожицу от селедки. Кожица отделяется очень хорошо. Селедка плотная, упругая, жирная и малосольная. Отрежу брюшные плавнички, они нам тоже не нужны. И буду разделывать на филе. Филе отделяется очень просто. Сначала отделяем одно филе, затем тянем за спиной хребет и второе филе отделяется еще проще. Косточки, которые остались в филе, удаляем вручную или с помощью пинцета. Одно филе я отложу в сторону, оно мне не потребуется. А второе филе я буду измельчать с помощью блендера, для того, чтобы вообще не было косточек в селедке. Вместе с селедкой я буду измельчать репчатый лук, который я предварительно обдала кипятком, чтобы он убрал лишнюю горечь. Вот такое филе измельченное у нас получилось. И вот секретный ингредиент вафельной коржи. Именно они являются фишкой этого салата. Много коржей я не буду использовать. Я готовлю этот салат для двоих, поэтому я взяла третью часть коржей. Беру корж, промазываю майонезом и укладываю каждый слой. Сначала селедка с луком, затем картофель, затем отварная морковь. Все это я протерла через терку. После этого опять корж промазываю майонезом, свекла. И опять пошла новая селедка с луком. Затем картофель и завершающий слой будет свекла. Все смазываем майонезом. Этот салат должен постоять 3 часа, чтобы он весь пропитался. Тогда он будет резаться хорошо и будет очень сочным, нежным и вкусным. Я его украшу в виде небольшого подарка. Так как у нас это тортик, поэтому у нас этот будет подарок. Этот салатик можем поставить на стол сразу же или вот в таком виде, вот так. Или разрезать порционно, типа канапе, что я и сделала. Так что обязательно приготовьте и удивите своих гостей. Продолжение следует...